Марш женщин по всей Америке собрал около двух миллионов человек. Крупнейшие акции протеста против инаугурации Дональда Трампа прошли в Чикаго, Бостоне, Майами, Нью-Йорке, Вашингтоне. Улицы буквально превратились в реки, причем окрашенные в розовый. Такого цвета протестующим раздавали шапки. В толпе было немало звезд и больше всех отличилась певица Мадонна. Ее крепкие выражения попали в эфир. Подробнее Павел Матвеев. Дональду Трампу, едва заступившему на четырехлетнее дежурство по Соединенным Штатам, уже удалось то, что казалось невозможным. Заставить американских женщин, как в прошлом столетии, когда процветающий ныне феминизм только зарождался, выйти бороться за свои права. Символ протеста — розовые шапочки с ушками, лозунги «Нас не заткнешь», «Все ради наших детей», «Америка великая», «Ненависть нет», отсылка к трамповскому «Сделаем Америку снова великой» и даже довольно внезапная для Вашингтона «Франция не поддерживает Трампа». При этом в женской акции участвовали не только женщины, а вообще все, кто чувствует себя ущемленным Трампом. К примеру, представители секс-меньшинств и администрации Барака Обамы. Над людской волной протестующих возвышалось лицо вчерашнего госсекретаря Джона Керри, вышедшего на демонстрацию вместе с лаборатором Беном. А в числе выступавших на митинге был известный режиссер Майкл Мур, пришедший со свежей газетой. «Трамп берет власть. Не думаю. Вот она власть. Здесь, здесь большинство. Здесь настоящая Америка». Акция собрала немыслимое число участников. В одной только столице полмиллиона. Или вот сухие, более конкретные и весьма показательные цифры. К 11 утра, то есть к началу мероприятия, Вашингтонским метрополитеном воспользовались 275 тысяч человек. В день инаугурации Трампа, к тому же часу, подземка перевезла 193 тысячи. Причем качество не уступало количеству. От знаменитости рябило в глазах. Хиллари Клинтон не пришла, только выразила поддержку в Твиттере. Зато были Шарлиз Терон, Шер, Алиша Кис, Карлетт Йоханссон, наконец, сама Мадонна. Впрочем, об участии последней организаторы не исключено пожалели. У поп-дилы, провозгласившей, цитата, «революцию любви против тирании», довольно быстро закончились цензурные слова. В нашем единстве сила, и тем, кто говорит, что этот марш ни к чему не приведет, я скажу. Идите вы! Когда звезда выругалась вторично, звук телетрансляции приглушили, а ведущая извинилась, мол, это же Мадонна, кто же знал, что у нее на уме. Но за этим исключением акция обошлась без хулиганства. Никто, как накануне, не бил витрин и не переворачивал урн. Женский марш есть женский марш. Та же картина наблюдалась и в других городах, при не менее захватывающей явке. 150 тысяч в Чикаго, 125 в Бостоне, сотни тысяч в Лос-Анджелесе. Припорошенные снегом митинговали даже на Аляске. Я ведь постарше вас, верно? Я никогда не выходила ни на какие демонстрации, а сейчас вышла, потому что тот, кто должен о нас заботиться, не заботится о нас совсем. А что же Трамп? А Трамп день марша женщин посвятил общению с брутальными мужчинами. Посетил штаб-квартиру ЦРУ, с которым у нового президента весьма натянутые отношения. Глава государства явно хотел их исправить. Обещал всяческую поддержку, едва не признаваясь в любви. Никто не испытывает таких сильных чувств к разведывательному сообществу, как я. Никто не уважает вас больше, чем я. Я всецело с вами. Потом президент жаловался разведчикам на нечестные СМИ, приведя, в частности, свежий пример. Газеты написали, что в день инаугурации Трамп велел убрать из овального кабинета бюст Мартина Лютера Кинга. А он, как выяснилось, и ныне там.